Слава Слава. Абсолютно ненужная для многих, но хорошо развивающая дисциплина. Благодаря слалому вы сможете со временем научиться ездить спиной вперед, а также повысить маневренность. Расстояния между конусами могут быть разные. 50, 80 и 120 сантиметров. Наиболее популярное считается 80 сантиметров. Чтобы легче маневрировать между конусами, желательно сделать рокеринг. Это когда колеса по краям немного меньше, чем посередине. Если вы не хотите покупать колеса меньшего диаметра, при занятии рокеринг появится сам. Тренируя слалом, нужно снять штатный тормоз. Первым упражнением для изучения я рекомендую Монолайн. Согнем колени. Немного разгоняемся. Одну ногу выводим вперед, образуя линию. Пытаемся поворачивать вправо и влево. Задняя нога повторяет движение ведущей с небольшой задержкой. Представьте, что вы змея. Со временем амплитуду поворота нужно делать больше. Крис-кросс. Шаг первый. Стойте на месте. Ноги на ширине плеч. Пытайтесь свести носки, при этом одна нога должна выехать вперед. В конце движения разводим носки, переводя вес так, чтобы вы ехали на наружной части колес. Не забываем про колени. Пытаемся начертить Х. Ноги при этом заваливаются на внутреннюю часть колес. Важно научиться делать этот элемент, меняя ведущую ногу. Ванфут. В нем все базируется на небольшом приседании. Для начала наберите небольшую скорость и пытайтесь заваливать баланс то в одну, то в другую сторону. При этом отталкиваясь во время смены направления. Не забывайте правильно накатывать километры. Это прокачает ваши мышцы стабилизаторы и поможет изучать элементы быстрее. Хорошего асфальта и приятных эмоций.